Я думаю, самым ожидаемым событием этого года для любого стендоффера является выход обновления 0.11.0, который выйдет уже совсем скоро. Наконец-то наши любимые разработчики добавят рейтинговые игры. Наконец-то нам всем перестанут попадаться дауны на пабликах. Ну серьезно, я когда играю в закладку бомбы, мне кажется, что некоторые индивиды, назовем их так, даже стрелять не умеют. Серьезно, они просто бегут и умирают, даже не выстрелив при этом никого. Ну, ну как так? Ну, а если ты хочешь такой же крутой инвентарь, как у меня, то в описании есть ссылочка на мой ролик, где я показываю, как подняться, ну, фактически до ножа, имея при этом голды 10 примерно. Очень советую. И да, ребят, сори, что вы сейчас смотрите не мой геймплей, просто вы видели предыдущий видеоряд, и он, так скажем, не отличается своим качеством. Так что все для вас, смотрите качественную картинку. И, кстати, ссылка на автора данного фрагмов есть в описании. И давайте уже поговорим о грядущих обновлениях в стендов 2. И начать, конечно же, хочется с 0.11.0, так как вы все уже знаете, что в следующем обновлении выйдет рейтинговые игры. Но вопрос, когда же это обновление выйдет? По ютубу сейчас стало гулять очень много роликов, чьи авторы уверены, что рейтинговые игры выйдут концом Royal Pass. То есть, Royal Pass заканчивается на этой неделе, и в честь этого наши разработчики сразу выпустят обновление 0.11.0. Но лично я считаю, что эта информация неправильная, то есть всего лишь слив. Сами подумайте, разработчики не смогли бы выкатить рейтинговые игры, нормальный адекватный поиск соперников по рейтингу, изменить меню и еще всякие плюшки, о которых они нам не говорили, за такой короткий промежуток. Скорее всего, они выпустят это обновление ближе к концу мая, или даже в начале лета. А как думаете вы, то есть, можете написать свое мнение в комментариях, я все читаю. Кстати, о плюшках, о которых они нам не говорили. Вот мы получили уже дофига сливов о том, и даже официальной информации, что Зона 9 в разработке, и разработчики активно ей занимаются. Вот, если бы вы были на месте наших разработчиков, то добавили бы вы полностью сбалансированную карту, полноценную карту, к выходу рейтинговых игр. Я думаю, да. Зачем Зону 9 вообще убрали из игры? Потому что, как и провинция, она была очень херовой и несбалансированной картой. Там было всего лишь два основных прохода, что довольно-таки плохо. Ее забрали, переработают и выпустят к обновлению, и у нас будет 4 офигенных карты. Я думаю, они так и сделают, и в обновлении 0.11.0 мы снова сможем поиграть на Зоне 9. На этом любая информация о следующем обновлении, я имею ввиду официально, заканчивается. Но я думаю, разработчики больше и ничего не добавят, потому что рейтинговые игры, изменения меню и, скорее всего, новая Зона 9, именно новая, я думаю, это довольно-таки очень много, и обновление получится глобальным. Что же добавят еще, то есть в следующих обновлениях? Прям в ближайших изменениях после рейтинговых игр будет, как ни странно, фикс рейтинговых игр. Потому что, напоминаю, разработчики собираются запустить в следующем обновлении рейтинговые игры только в тестовом режиме. Потому что это весьма сложно, и выкатывать сразу полноценно, и прям со всем балансом и так далее, без всяких багов, довольно сложно. Это также будет, как и с изменением механики прыжков. Их также в следующем обновлении пофиксили, и думаю, также будут фиксить баги и на рейтинговых играх. Итак, давайте вообще составим список обновлений, о которых нам известно. Рейтинговые игры, то есть 0.19.0, которые должны выйти 100% в мае. Фикс багов, я думаю, будет в числах 10-5 июня, потому что, ну, это обновление должно выйти довольно быстро. И также разработчики официально заявляли, что трейды и новая коллекция выйдут после рейтинговых игр, Так что, скорее, это будет в начале июля, примерно так, плюс-минус. То есть, мы увидим новую коллекцию, и трейды... О трейдах нам немного известно, разработчики выкладывали концепты, как они будут реализованы. А вот о новой коллекции вообще ничего. Недного скина, неизвестно, какой нож будет. Многие думают, что нож бабочка, но это всего лишь концепт, и официальной информации никакой нет. Ебой. Чувак, это рэвчик. Ну и на этом официальная информация заканчивается, и никто не знает, что ждет стендов после этих обновлений. Ничего. Также, если вы досмотрели до этого момента, то оставляйте комментарии с вашими догадками, что все-таки добавят в новой коллекции. Какой нож? Бабочка или какой-то другой? Потому что об этом информации вообще никакой нет. На этом все, и я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует...